Приветствую вас, я уже отвечал вам, я посмотрел на предыдущий вопрос, спасибо что вы выбрали лучший мой ответ, но раз вы задаете еще один вопрос, то получается вы еще не готовы заниматься психотерапией, а это было бы наиболее оптимальным решением сейчас, потому что никакие вопросы и никакие ответы не смогут решить ваши проблемы, потому что ваши проблемы, ваши трудности, она системная очевидность. Смотрите. Я бы разделил, ну вообще, как бы немножечко так структурировал бы, да, вот то, что происходит. Вот знаете, бывает когда человек воспринимается как, ну знаете, как такой абсолютно ровный, такой ровная поверхность, то есть ничего не выражающий, ровный фон. Бывает когда человек воспринимается напротив сплошные скачки, да, вот очень сильная эмоциональность и так далее. Я, понятно дело, что утрирую это сейчас, понятно, что гиперболизирую, но понятно, что вот в такой форме, в такой форме практически встречаются, такие довольно экстремальные, как бы, формы, вот, в основном все, конечно, более усредненно. Но суть в том, что вот если бы описать, если описывать свое впечатление от вашего текста, который вы написали, то я бы сказал, что это, вот знаете, такое, как будто бы экранирование. То есть вот у меня именно ощущение экранирование, то есть я совершенно точно отдаю себе отчет в том, что это не совсем точное слово, потому что экранирование этого все-таки отражения, то есть я чувствую себя, это, знаете как, вот, как будто бы очень большой напор идет, но этот набор подавляется и вовне проступает всего лишь вот небольшая-небольшая его часть, как бы через такой фильтр, вот у вас как будто бы очень мощный фильтр стоит. При том, что, так вот, подозреваешь, что этот фильтр, он включается у вас, когда вам что-то очень нужно, то есть этот фильтр вследствие сверх мотивации, вот, и, естественно, вы не можете раскрыть, то есть вы не можете вот продемонстрировать свои, ну, себя, что только добавляет вот некой такой неудовлетворенности, обиды от того, что вот не оценили, там, не поняли и так далее, вот. И, соответственно, это первый момент. Мне кажется, что вот, обратите ваше внимание на этот фильтр, по возможности использовать его себе на благо, потому что мне кажется, что сейчас вы используете его, ну, себе во вред, да, потому что вы говорите, что вот, что вы добрые, что вы отзывчивые, а вас почему-то люди воспринимают как высокомерную, как такую очень неприступную, холодную, да, вот. Мне кажется, что вот эта вот дихотомия, она, во-первых, очень сильно бросается в глаза, вот. И здесь, конечно, нужно работать над презентацией, то есть чтобы вы умели презентовать себя, чтобы вы умели продемонстрировать. Это не значит, что вы, там, раскрываете души в каждом встрече, но нет. Это значит, что вы без проблем демонстрируете то, что вам важно. То есть, условно, если вы добрые, то, ну, вы демонстрируете это. Если вы отзывчивые, то вы демонстрируете это. Если вы, там, склонны к компанию, вы демонстрируете это. Если вы, там, веселые, вы демонстрируете. И наоборот, если вы грустные, то вы это демонстрируете, если вы растерянны, то вы как бы об этом говорите. Говорите и не стыдитесь этого. Тут мне кажется, что вот у вас есть такое ощущение что-то, чего вы стыдитесь, чего вы стыдитесь, стыдитесь за себя. А если говорить о том, что происходит с вами прямо сейчас, то это боль, а боль, которую нужно прожить, потому что на самом деле боль просто нужно проживать. Проживать, проживать, говорить, а не говорить, 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 говорить. Но говорить обязательно кому-то и проживать обязательно кому-то. Проживать обязательно с кем-то, поплакать обязательно нужно кому-то, если хочется. Вот, это может быть как психолог, это может быть как и любой человек, которому вы доверяете. вот, здесь на самом деле таких понятий как лучше или хуже нет, вот, это первое, то, что делается более нужно. Дальше, у вас есть привязанность к мужчине с одной стороны, и я могу ошибаться, но эта привязанность, она, подобно палке о двух концах, она прикасается к некоторой вашей зависимости от семьи, то есть если вы, я говорил, наверное, об этом в предыдущем ответе, но здесь вот тоже хотел бы на это обратить внимание, что, ну, я не помню, говорил или нет, но если что, я повторю, что вот эта палка привязанности к молодому человеку, при том, что до определенной степени привязанность это норма и хорошо, она прикасается с тем, что в ваших отношениях с молодым человеком как будто бы много третьих лиц. то есть, знаете, вот, ну, что есть там родители с вашей стороны, с его стороны, безусловно, это важные люди, безусловно, это не чужие люди, безусловно, там, что некоторое значение эти люди имеют, но у меня ощущение, что эти люди непосредственно участвуют в ваших отношениях с молодым человеком, нормально, какая штука, и вот здесь ваша, условно говоря, здоровая потенция привязанности сталкивается уже с негативным проявлением этой же самой привязанности, когда вы идете к человеку, который, вероятно, зависим от, там, своего окружения, и находясь в отношениях с этим человеком, вы, в принципе, не можете надеяться на то, что вы будете устраивать именно с ним отношения, потому что он, судя по описанию, не самостоятельно единица, но за счет вашей привязанности, вот, вот вы говорите, что вы хотите там, чтобы он вернулся и всякое такое, вот, здесь вы не можете опереться на себя, здесь вам как раз таки больно, здесь идет разрыв, мне для того, чтобы комфортно существовать, нужен вот этот человек, этот парень, в данном случае парень превращается в костыль, на который вы отправитесь для того, чтобы нормально жить, отношения в таком контексте выстраиваются созависимые, деструктивные, с изрядным долем негатива, ну что, как бы нормально, вот, и, соответственно, не исключая общую привязанность к человеку, которому у вас есть теплые чувства, нужно отграничивать подобную привязанность, которая направлена, как бы, на обогащение, на приумножение каких-то ценностей человека, да, вот, нужно отделять эту часть привязанности от привязанности другого парадика, который является для вас деструктивным, понимаете, вот, и, соответственно, если вы обратите внимание на свой рассказ, вот, то вы увидите, что вот эта привязанность, такая вот через, ну, может быть, чересчур сильная привязанность, она могла стать основанием, она могла стать причиной того, что вы почему-то вели себя с важными достаточно людьми, людьми, то есть, ну вот, людьми, э-э-э, в сомни, ну, семья, да, вот, э-э-э-э, семья, э-э-э, человек в данном случае. Значит, вы почему-то вели себя с ними достаточно, ну, зашла-то, да, достаточно, ну, в общем, не, значит, ну, вы не являлись, как бы, ну, собой в этом аспекте, вот. И мне кажется, мне кажется, мне кажется, что вот это очень важные моменты, на которые вам нужно обратиться своё внимание, вот. И, значит, соответственно, в этом направлении, мне кажется, вам нужно двигаться, вот. В этом направлении вам нужно, эм, ну, исследовать, эм, эм, сюда. Вероятно. Вероятно. Вот. Такой, такой момент я могу вам здесь дать. Вот такой аспект я могу здесь осветить. Следующее. Вы говорите, как перестать читать и пережить расставание? Очень, эм, хороший вопрос. Переживать, эм, переживать расставание, собственно, нужно через переживание расставания, как не странно звучит. То есть никакого секретов здесь нет. Вот. Вы просто берёте и переживаете то, что вас волнует. Вы просто берёте и переживаете то, что вас постагорит. Вот. Никакого, повторюсь, секретов здесь нет и быть не может. Да, это определённое время, да, парадигма, скажем так. Вот. Но это вот то, что, как бы действительно происходит. То есть быстро такие вещи, ну, ну, эм, не случаются, к сожалению. Быстро такие вещи, быстро здесь не происходят. А вот, если мы говорим о том, эм, чтобы не ждать, если мы говорим об этом, то тут вопрос становится, эм, здесь вопрос, эм, такого плана, если мы говорим о том, эм, чтобы не ждать. Это вопрос о том, насколько вам, эм, интересна ваша жизнь. Это вопрос о том, э, насколько вас, э, интересует ваша жизнь. Эм, ну, вот, в рамках своей, своей жизни. То есть вот, эм, когда вы говорите, например, о том, что, э, ну, что, э, хотите, там, хотели вы с человеком пожениться, да, и так далее. Вот. А-а-а-а-а, как-как бы, насколько это для вас важно, вообще? Ну, если вы понимаете, конечно, что я на виду, да, вот, насколько для вас этот момент важен, потому что ситуация такая, вот, что если это единственное, что вам важно, да, если это вот прям единственный такой момент, который вам важен, то у нас есть достаточно серьезные проблемы. То есть вы его ждете, потому что ничего более интересного, ничего более важного у вас в жизни сейчас нет. И, соответственно, это, конечно, конечно же, проблема. И проблема достаточно серьезная. Вот, поэтому с ней, с этой проблемой, как это, не парадекционно, нужно работать, чтобы она вас не беспокоила. Так, как, ну, как беспокоит, может быть, сейчас, на данный момент. Чтобы вы не зависели так сильно от, допустим, молодого человека, который, у которого могут быть сегодня одно, завтра другое. Не только, как бы, с ним такие вещи происходят, вот. Такие вещи могут происходить со всеми людьми, вот. И это, нравится вам или нет, абсолютно нормальная история, вот, к сожалению. Поэтому, поэтому, как бы скорбно это ни звучало, ну, нужно учиться тому, чтобы было еще что-то помимо, вот, молодого, ну, помимо других людей, помимо, там, скажем, ну, помимо, допустим, вашего человека, допустим, вот, как бы. Если у вас будет что-то еще, вот, то вам не придется ждать. Как бы, как бы. Вот. Примерно так. Ну, вы просто не будете ждать. Вам не будет так важно, с вами человек или нет. То есть, опять же, здесь в какой-то степени вопрос касается сверхмотивации. Это вот именно, ну, именно сверхмотивация здесь играет, вот, такую роль существенную, я бы сказал. Что, ну, достаточно, достаточно. Вот. Поэтому это вот, эмммм, то, что, эммм, я могу вам сказать. С точки зрения, опять же, психологии, ээээ, с точки зрения психотерапии, вот. И с точки зрения, может быть, своего опыта работы с людьми, вот, работы с отношениями, вот. Опять же, по опыту я могу сказать, что молодой человек, скорее всего, захочет к вам вернуться, вот, спустя какое-то время захочет к вам вернуться. Вот, и вам важно быть готовым к этому, потому что он захочет к вам вернуться, вот, и, может быть, сразу его, и не нужно прогонять, может быть, сразу его не нужно выгонять, да, то есть вам, ну, имеет смысл, там, поговорить с вам, обратиться, может быть, к специалисту вместе и так далее, вот. Но сейчас ваша задача – это поработать с болью, которая у вас есть, потому что боль сама по себе не пройдет, вот, к сожалению. Поэтому вот такой момент. Такой аспект. На мой взгляд, это важно. И, на мой взгляд, это вот то, что я могу вам сейчас сказать, то, что я могу вам сейчас ответить, как бы, то, что я могу вам сейчас дать в качестве обратной связи. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вы для себя, значит, какие-то выводы сделаете. Надеюсь, что вы подумаете о том, что я сказал, вот. И будет здорово, если вы, значит, ну, вот, сформулируете обратную связь, вот. То есть будет что-то вроде обратной связи на мой ответ, который, которая позволит вам начать работу над собой, если вы, ну, планируете ее. То есть, если вы хотите, если вы собираетесь начинать работу над собой, вот, то обратная связь послужит первым, так сказать, шагом к этому, первым шагом, вот, к этой, ну, вот, к этой, к этой цели. Я хочу пожелать вам всего доброго. Вот, я хочу пожелать вам всего самого хорошего, вот. Удачи вам и надеюсь, что мы с вами обязательно еще пообщаемся, но уже более, так сказать, конкретно, более предметно. Спасибо.